на ремонте вот такая микроволновка эленберг модель модель ms 2009 то есть 2009 с поломкой обгоненная поломка не включается гудит потом даже начинает вроде бы сильнее гудеть это значит что скорее всего это включается время от времени включается трансформатор высоковольтный но вода пробую как была холодная так и осталась смотрим какая ну то есть видим что он подает признаки жизни проблема скорее всего в самом магнитроне ну или какой-то высоковольтный час но сейчас будем смотреть откручиваем что нужно сделать сзади откручиваем сбоку винтик один и сзади винтики и с другого боку тоже есть вот эти два винтика все откручиваем и крышка снимается немножко так туда сдвигается и сейчас все раскручиваем и смотрим ну а сейчас я вам покажу как можно интуитивно быстро проверить в чем проблема смотрите есть трансформатор если он допустим не работает в обрыве то он не берет на себя энергию например даже если вторичная обмотка сгорела или первичная то на него попадает напряжение но нагрузку он не берет в таком случае у меня появился интересный прибор кейбет ht208d с помощью клещей на первичную обмотку можно померить какую же нагрузку берет на данный момент ну собственно все значит написано что здесь 700 ватт 700 ватт это где-то 3-4 ампера переменки на 220 вольт включаем и смотрим значит у здесь есть отдельно можно вот сейчас отца это переменка можно авто можно 10 постоянка а можно и переменка вот сейчас 0 показывает включаю он показывает 3 и 8 ампера это где-то плюс-минус около 700 ватт и это значит что по идее берет нагрузку а у трансформатора нагрузка это да смотрите вот отключаю отключаю магнитрон и включаю нагрузки нет и вот такая нагрузка 1.8 ампер теперь выключаю подключаю нагрузку магнитрон значит что еще сделаем возьмем и застопорим вентилятор чем-нибудь чтобы он не крутился вот так здесь такой вентилятор что можно это сделать ничего страшного с ним не будет проверяем снова включаю 3.8 ампера нагрузку берет зачем я вентилятор чтоб можно было греется хорошо для того чтобы не долго но у меня есть возможность теперь пощупать а греется ли магнитрон идет ли не на него питание если он греется то значит конечно идет и значит плюс-минус трансформатор предохранитель и все остальное плюс-минус рабочих на него нагрузка идет вот с помощью такого прибора сейчас мы конечно можем проверить сколько он у каждой обмотки но в любом случае она не в обрыве потому что приличная нагрузка приблизительно та что нужно идет на магнитрон то есть скорее всего магнитрон не дает эмиссию электронам а значит магнитрон под замену он скорее всего физически кажется что будет целый и там нечем ломаться практически кроме там магнитом магниты могут треснуть проходные конденсатор но тогда он выбивает и сгорает высоковольтный предохранитель откручиваем магнитрон пробуем поставить схожий и в принципе должно помочь ну вот такой метод методом подбора раз он нагрузку берет значит все параметры у него будут выдержаны а сгореть он как бы по сути дела не может не встречал там такая проволока стоит полтора миллиметра толщиной перегореть она не сможет но в любом случае мы увидели что раз он греется значит напряжение на него идет а значит высоковольтная сторона и низковольтная 220 и высоковольтная целая потому что нагрузка питания на него идет ну вот такой метод диагностики если у вас есть такой ну вы можете и по-другому проверить амперы но здесь удобно раз за одну за один провод схватил и очень удобно кстати ссылку в описании оставлю подбираем магнитрон